Уважаемые коллеги, я представлюсь, я координатор, региональный координатор НПЦ «Холокост» по Беларуси, и я координатор программы Евро-Азийского еврейского конгресса тоже по Беларуси, программа, которая называется «Толерантность уроки Холокоста». Именно поэтому я в предыдущем диспуте достаточно предметно знаю, о чем говорю. В своем же докладе я попытаюсь представить, вернее представлю краткий анализ преподавания темы Холокоста в Беларуси на сегодняшний день и теми проблемами, с которыми сталкивается ежедневно белорусский учитель. Вот специфика преподавания Холокоста, я постараюсь говорить медленнее из-за перевода, состоит в том, что образовательно-просветительская работа среди белорусских учителей по изучению истории Холокоста проводилась всегда при содействии наших зарубежных коллег. Это прежде всего научно-просветительского центра «Холокост-Россия» в лице Идеи Александровича Альтмана и Киевского украинского центра изучения Холокоста в городе Киеве. Несмотря на то, что наши белорусские учителя знают историю Холокоста на конкретных примерах, и опять-таки для наших зарубежных коллег, кто может быть, я вот в кулуарах столкнулась с тем, кто не знает, что Белоруссия на самом деле являлась повсеместно оккупированной страной, и почти в каждом населенном пункте было как минимум одно гетто, в общем-то два и больше. Поэтому, когда мы говорим о Белоруссии, мы должны четко понимать, что местное население, оно все знает историю Холокоста, поскольку каждый знает, как в его населенном пункте уничтожали лист еврейской национальности, поскольку все-таки, если мы говорим даже о Западной Белоруссии и по городу Минску, это 60% населения составляли евреи. И опять-таки для наших зарубежных коллег я напомню, что в довоенный период в Белоруссии было четыре государственных языка, это польский, русский, белорусский и идиш. Это говорит о том, что еврейское население занимало достаточно большую процентную составляющую в республике. Поэтому учителя знают эту конкретную историю своих жителей, которые уничтожили в годы Великой Отечественной войны, в годы Второй мировой войны, но у них отсутствуют систематические знания по истории Холокоста, Европы, по корням, истокам, причинам, последствиям Холокоста. И вот эту проблему, конечно, необходимо восполнить, потому что ключевая роль в преподавании Холокоста, все-таки приоритетная роль принадлежит учителю. К сожалению, изучение истории Холокоста протекает достаточно сложно в республике Белоруссии, если белорусская школа изучения и исследования Холокоста у нас началась где-то в середине 90-х годов. Тем не менее, дальнейшего своего продвижения, так как бы нам хотелось, это не получило. Я позволю себе процитировать белорусского историка Евгения Розенблат, который сказал о том, что проблема Холокоста в Белоруссии пока является скорее академической, интересной только историком, а белорусское общество по сути проявляет индифферентность. И очевидно, что сложившаяся ситуация в Белоруссии, она отражает общую картину, которая сложилась вообще в исторической науке Белоруссии. Опять позволю себе процитировать наших немецких коллег, доктора исторических наук Маркуса Бернхарда и Штефана Хааса, встреча с которым происходила в Институте Геота в городе Минске, где проходили конкретные обсуждения, изучение истории Холокоста. Они отметили, что историческая наука сегодня в Белоруссии не предлагает осмысление многих актуальных проблем в историческом измерении. Это является одной из причин, почему ситуация в обществе и в исторической науки меняется так тяжело. И как подтверждение этому я напомню о том, что Государственный день памяти жертв Холокоста в стране, на территории которой было уничтожено около двух миллионов как европейских, так и советских евреев, этого дня памяти до сих пор нет. Как нет и Государственного музея Холокоста в нашей стране, отсутствуют и официальные директивы, в которых специально была бы оговорена необходимость преподавания темы Холокоста. Школьные программы не только не включают Холокост в качестве отдельной темы, но Холокост не обозначен как один из вопросов, который может быть рекомендован для изучения хотя бы на факультативном курсе. И данные факты уже были отмечены в обзоре образовательных подходов преподавания тем Холокост антисемитизма Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человеком. Но на сегодняшний день это не потеряло свою актуальность. Я вот попыталась суммировать все трудности, которые стоят перед нами, перед белорусскими учителями, которые готовы изучать эту тему. Во-первых, это отсутствие систематических курсов по подготовке учителей и соответственно отсутствие соответствующих материалов учебных. Нет этой темы в учебной программе, отдельно выделенной. А белорусский учитель четко привязан к образовательному стандарту и значит он эту тему не может изучать. Потому что мы имеем право преподавать на факультативном уровне только ту программу, которая утверждена Министерством образования. Там, где стоит гриф Министерства образования. Такой программы по Холокосту нет. Существование предрассудков и стереотипов у некоторых преподавателей, государственных чиновников тоже проблема. И я могу привести массу примеров, если будут вопросы в подтверждении этого. Недостаток подготовки и отсутствие принципиальной методики преподавания с учетом все-таки нашей белорусской специфики. Ну и отсутствие четкой позиции относительно причин, лежащих в основе введения темы Холокоста в школьные программы. Ну и сравнение Холокоста с другими геноцидами. Потому что в своем большинстве учитель не готов ответить на вопросы детей. Чем, скажем, армянский геноцид отличался от Холокоста. И почему Холокост это уникальное беспрецедентное явление, скажем, а все остальные Холокосты или то, что называют, сейчас подразумевают под Холокостом, нет. Учитель должен обладать соответствующими знаниями. Таким образом, на себя преподавание этой темы фактически взяли общественные объединения. Общественное объединение Белорусский фонд Холокост, который был создан в 1999 году и планировался как научно-просветительский центр. Но, к сожалению, эта задача не была выполнена. И сегодня часть просветительской работы на себя взял Музей истории евреев в Белоруссии, который совместно с Белорусским фондом проводит определенные семинары, где наряду с занятиями по иудаике включены темы Холокоста. Но, повторюсь, опять-таки, это не систематические семинары, на которых можно было бы выстроить какую-то концепцию развития. Существуют другие общественные объединения, скажем, Минский образовательный центр и историческая мастерская имени Леонида Левина, которые тоже изучают эту тему в основном в связи с местами захоронения евреев, европейских евреев, советских евреев. И эта работа тоже ведется достаточно хорошо. И в этом году они все-таки скоординировали свою работу, и мы с вами можем говорить реально о каком-то результате. Я сейчас представлю свою презентацию. Вы видите учеников и учителей, которые участвуют в этих конкурсах. Кстати, там и Киевский центр по изучению Холокоста. Это конференция в Москве. Это у нас неделя памяти, по которой участвуют и белорусские ученики. Методические семинары учителей, которые проводились в Минске нерегулярно, но все-таки проводятся. Это стажировки в Ятвашем белорусских учителей. Это мероприятия наших учителей, которые со своими школьниками обязательно участвуют. Это последнее открытие выставки «Лаги смерти Тростенец» при помощи исторической мастерской, которая провела такую грандиозную работу. Это сотрудничество музеев с Польшей. Тоже определенная работа по привлечению польской общественности ведется. И последняя выставка, которая проводилась 1 сентября, это евреи польской армии. Таким образом, я бы хотела отметить, что при отсутствии государственной поддержки, при отсутствии какой-то ощутимой помощи со стороны государственных структур, все-таки вся эта работа ведется на уровне энтузиастов, при помощи общественных объединений. И тем не менее, определенные результаты уже есть. Спасибо вам за внимание. Если вопросы... Спасибо. Спасибо. Я хочу спросить, как много... Я извиняюсь, я извиняюсь, мы не имеем время для вопросов.